Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский, в студии работает Гульнор Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Риэлторы-мошенники. Разберется полиция. В департаменте внутренних дел сообщили о том, что проводится досудебное расследование в отношении риэлторов. Все новое, хорошо забытое старое. На карагандинских автобусных остановках появляются аншлаги, информационные стенды с указанием графика и интервалов движения общественного транспорта. С наказом и благословением. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов встретился с карагандинскими участниками республиканского турнира «Казахстан-Барса». Он пожелал им победы. Карагандинцы становятся жертвами псевдориэлторов. На сегодня в Центральную полицейскую службу поступило почти 50 заявлений по признакам мошенничества. Нечестная схема такова. Сначала взимается залог за квартиру, затем выдается листок с номерами телефонов хозяев квартир, которые на время встречи становятся недоступны. Очередной жертвой нашумевшей риэлторской компании стала Камила Аринова. Она теперь в числе тех, для кого поиск съемной квартиры обернулся неприятным инцидентом. Я не отрицаю наши вины. Наши вины, вины моей мамы, что мы повелись на такое явное мошенничество. Камила Аринова вместе с матерью считают себя жертвами риэлторской компании и Пенну Хербеков. В поисках арендового жилья они наткнулись на объявления данной компании. Клюнов на представленные им низкие цены мы проявили наивность и доверчивость, говорит Камила. За предоставленную информацию о квартирах дочь с матерью отдали 8 тысяч тенге. Камила утверждает, что специалисты компании договаривались с арендодателем при ней. Те любезно согласились. Но стоило ей переступить порог агентства, номера телефонов хозяев трех квартир оказались недоступны. Где-то через часа полтора-два начинаем звонить по этим номерам. Ни один из этих номеров не отвечает. Мы подумали, что возможно у людей просто не получается. Потом закралось у нас сомнение, когда одна из женщин сказала, что я такую информацию вообще не предоставляла и с этим агентством абсолютно никак не связывалась. В договоре черно-по-белому написано, что агентство будет предоставлять дополнительную информацию клиентам до полного заселения. Однако риэлторы, по словам пострадавшие, отказались работать дальше и возвращать деньги. Вместо помощи сотрудники агентства создавали конфликт и начали повышать голос. Так как при скандале и грубости в сторону сотрудников договор теряет юридическую силу. Также в документе отмечено, что деньги агентство не возвращает. В поисках истины девушка обратилась в полицию. В областном департаменте внутренних дел отметили, что это не первое заявление. Полицейские начали досудебное расследование. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 Уголовной полиции Республики Казахстан. Полиция мошенничества. На сегодняшний день в Центральный отдел полиции поступило порядка 50 заявлений от потерпевших. В настоящий момент проводится досудебное расследование. Если от действия вот этого индивидуального предпринимателя потерпевших будет, можно обратиться в Центральный отдел полиции Угоды города Крыганды. Для выяснения всех подробностей мы обратились к самому индивидуальному предпринимателю Марату Нокербекову. Комментировать это дело руководитель сети риелторских агентств отказался и даже преградил, что подаст суд на телеканал. Потерпевшие отмечают, что риелторы очень часто меняют адреса. Берут в аренду офис на короткий срок, далее пропадают. Но появляются на другом месте, только уже под другим именем. Потерпевшие не уверены в том, что вернут свои деньги. Они лишь хотят предостеречь других, чтобы никто не повторял их ошибок. Но вывод можно сделать один. Внимательно читайте документы, которые вы подписываете. И обращайтесь в проверенное агентство. В Караганде начали установку аншлагов на остановочных павильонах. Информационные таблички с графиком движения общественного транспорта в скором времени появятся на всех центральных улицах города. Активные работы начались благодаря Акиму области Ерлану Кушанову, который уже высказывал недовольство работой общественным транспортом и управления курирующего данную сферу. Уже вчера начали устанавливать аншлаги на остановочных павильонах. На центральных улицах появилось уже 4 вывески. На информационных табличках указаны номера автобусов, график и интервал движения. К примеру, если на аншлаге указано, что автобус номер один начинает свою работу в 6.20 утра, то с этого времени и до 10 утра пассажиры смогут воспользоваться этим транспортом каждые 8 минут. С 10 часов до 15.00 автобус будет ходить реже, каждые 16 минут. А с 15.00 до 19.00 снова каждые 8 минут. Работы будут продолжены. Планируется установить на всех центральных улицах города, всех районов. То есть Причагнец, Майкудук, Юго-Восток и Новый город. Несколько недель в Караганде работала специальная группа, которая следила за качеством оказания услуг в общественном транспорте. Результаты оказались удручающими. Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов остался недовольным такой ситуацией. Он освободил от занимаемой должности руководителя областного управления пассажирского транспорта Байдель Дусанаубарова. После этого в городе начали устранять недостатки. Звонить на горячую линию по телефону 42-59-79. То есть ей надо указать обязательно, в какое время ожидали данный автобус. В настоящее время по многим местам дороги перекрыты. Поэтому в настоящее время автобусы, ну, есть места, где они, да, не успевают в количестве графика. Будем это хорректировать. После замечания главы области городская администрация включила дополнительные автобусы на маршрут 56 в Майкудуке. А теперь дело дошло и до аншлагов. Их установят во всех центральных улицах и во всех районах. Всего более 150 информационных стендов. Карагандинцы, которым приходится достаточно долго ждать автобусы, маршрутки рады такому новшеству. Установку аншлагов по всему городу планируется закончить в течение двух недель. Также в городе можно уже заметить кондукторов, одетых в единую форму. Фариза Албаева, Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 49-летний Вячеслав Тыц по-прежнему находится в реанимации. Пострадавшему при пожаре провели сразу три операции по пересадке кожи. Говорить о скорейшем выздоровлении медики пока не берутся. Напомним, инцидент произошел 14 июня, когда Вячеслав Тыц с напарником должен был собрать и отвезти на утилизацию отделяющейся части ракеты, которые упали ближе с Казгана. Но обломки загорелись и в степи произошел пожар площадью в 15 километров. У Вячеслава обгорело 40% тела. Его коллегу, водителя КамАЗа Юрия Хатюшина, спасти не удалось. Мужчина погиб на месте. Вячеславу провели уже три операции по пересадке кожи. Но о быстром выздоровлении врачи пока не говорят. Есть донорские участки, то есть те участки, свободные от ожогов. При таких площадях позволяют нам сделать забор кожи на те участки, где кожа омертвела вследствие ожогового поражения. Мы пересаживаем кожу. Еще будут операции и не одна. Расследование ЧП продолжается. Однако специалисты уверены, что люди пострадали из-за погоды. В тот день была жара и сильный ветер, что и спровоцировало масштабный пожар. Ассель Созамбаева, Исламбек Оспан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Традиционное благословение полуанов на участие в республиканском турнире «Казахстан-Барсы» состоялось в областном Акимате. Его провел Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов. Нашу область на республиканской арене будут представлять два полуана. На торжестве Бата-Биру побывала и наша съемочная группа. Вы едете защищать честь нашей страны на республиканской арене. Это большая честь для нашей области. Мы гордимся вами и ждем от вас победы. Представлять Карагандинскую область будут два спортсмена, занявшие первые два места в абсолютной весовой категории отборочного тура Карагандинской области по казак-куресе среди взрослых Сарарка-Барысы. Ими стали осыл барменов Ержан Шенекиев. Каждый из них настроен только на победу. Мы изо всех сил будем стараться показать нашу область в лучшем свете. Мы надеемся, что наша подготовка очень даже хорошая для этого. Главное, чтобы удача была на нашей стороне, и мы надеемся, что наша вера нас не подведет. Сейчас наша цель – привести приз в Караганду. Показать силу Сарарки. Подготовка у нас хорошая, всех палуанов мы знаем. И надеемся, что все будет хорошо. Едем с нашей области вдвоем. Мы не соперники. Цель каждого из нас – привести призовое место в наш регион. Спортсменов провожали со словами напутствие представители власти и тренеры. Барсы Сарарки являются явными претендентами на титул победителей. В этой свете глава региона оказал особое почтение спортсменам и надел на них шапаны. Турнир пройдет 2 июля в канун Дня столицы. Финал является седьмым в сезоне уникального проекта по Казах-Кресе «Казахстан-Барысы» на призы лидера нации президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Победителю по традиции достанется чемпионский пояс трофей «Тай-Туяк» и денежное вознаграждение. Фариза Албаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Далее о происшествиях. В Тимиртау во время очистки подвала от прошлогоднего гниющего картофеля смертельно отравились углекислым газом мужчина и женщина. Трагедия произошла в погребе гаража в 6-м микрорайоне Тимиртау. По сообщению департамента по чрезвычайным ситуациям, мужчина и женщина спустились в подвал, чтобы выбросить остатки прошлогодних запасов картофеля. К сожалению, они пренебрегли правилами безопасности и спустились без защитных масок. Отмечается, что в процессе гниения картофель выделяет углекислый газ, поглощая кислород. Предварительная причина является углекислый газ, это точнее в результате гниения картофеля. Также с жалобами на плохое самочувствие был в городской больнице города Тимиртау. Для обследования был направлен сотрудник службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ. На завтра его отпустили, самочувствие было стабильное. С начала купального сезона на водоемах области было зарегистрировано 14 случаев гибели людей, в том числе 7 детей. 26 июня в Осокаровском районе утонули два мужчины 1978 и 1964 годов рождения. Сотрудники ДЧС области заявляют, что чаще всего несчастные случаи происходят из-за грубого нарушения правил безопасности. Департамент по чрезвычайным ситуациям Караганецкой области настоятельно рекомендует и предупреждает население не оставлять детей без присмотра, не купаться в нетрезвом состоянии, не купаться в незнакомых местах, а также далеко от берега, а также не забывать о самоконтроле и не купаться в ночное время. Продолжаем выпуск. В концепции развития туристической отрасли Казахстана выделены 6 кластеров, отражающих географическое разнообразие и этнокультурную идентичность страны. Об этом на пресс-конференции в Астане сообщил министр культуры и спорта Арстанбек Мухаммедеулы. Встреча с журналистами состоялась накануне международной конференции на тему туризм и энергия будущего. Концепция развития туристической отрасли выделяет 6 кластеров, отражающих географическое разнообразие и этнокультурную идентичность туристического предложения Казахстана. Это Астана, сердце Евразии, Алматы, свободная культурная зона Казахстана, жемчужина Алтая, возрождение Великого Шелкового пути, Каспийские ворота и единство природы и кочевой культуры. На пресс-конференции министр отметил, что Казахстан обладает обширными территориями и природным многообразием. И, конечно, одно из направлений нашего концепции именно направлено для развития экологического туризма. И это также направлено для развития туризма сельской местности. И, конечно, сейчас очень большое движение идет в области автомобильного туризма. И, конечно, мы уверены, что те средства, которые будут поступать от деятельности туризма, конечно, эти деятельности будут направляться именно для развития того региона, где идет более интересное посещение туристов. Особое внимание уделено созданию сакральной карты Казахстана. Больше 40 объектов Карагандинской области могут отметить на этой карте. В число возможных сакральных мест Карагандинского региона вошли мавзолей Жоши Хана и Дамбауэл, а также гора Аулиетау. Министр Мухаммед Улы особо подчеркнул, что это движение идет из регионов. Конечно, мы координируем деятельность, но отрадно, что идет это движение из регионов. Сейчас многие экспедиции занимаются разработкой, как я сказал, макросакральные крупные объекты и микросакральные, то есть это локальные светильшие места. Мы в сентябре уже будем и по итогам наших экспедиций уже презентовать первые результаты по этому направлению. И, конечно, сакральная карта Казахстана и развитие туризма, оно как раз помогает друг другу. Это, скажем, гармоничное, удачное движение в одном направлении. В пресс-конференции также принял участие генеральный секретарь Всемирной туристической организации при ООН Талия Прифаи. Он подчеркнул, что экспо – это бесценная возможность, чтобы показать миру красоту Казахстана. Он также высказал свое видение развития казахстанской туристической отрасли. Но для того, чтобы иметь успех политический, экономический, нужно брендировать вашу страну и заявлять всему миру, что представляет из себя ваша страна. Это очень важно. Именно поэтому мы заинтересованы в Казахстане. Наша генеральная ассамблея в 2009 году прошла в Астане, здесь. И это очень важный знак того, что мы должны увеличивать доверие в отношении Казахстана. Андрей Тенн, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания. Программную статью главы государства по сей день обсуждают ученые. Войти в тридцатку развитых стран и при этом не забывать о своих корнях – вот основная цель статьи президента. Каждый казахстанец должен понимать, что образование – это фундамент успеха в будущем, заявил доктор исторических наук Карагандинского экономического университета Косман Абилов. Также он подчеркнул, что нужно приложить все усилия для достижения цели, поставленных президентом. Казахстан сейчас и так узнаваем в мире. Но не только мы должны, так сказать, нас должны узнавать по запасам углеводородного сырья и внешнеполитическим инициативам, крупным имиджевым проектам, но и нашу культуру должны знать во всем мире. Чтобы наша культура, наше наследие культурное было переведено и зазвучало на шести языках Организации Объединенных Наций. Для этого наши, так сказать, творческие интеллигенции, ученые должны тоже приложить максимум усилий, значит, заняться переводом и так далее. Жительница Караганды решила реализовать проект «Play me, I'm yours», что в переводе означает «Поиграй на мне, я твое». Такой проект распространен во многих странах мира. Люди выставляют пианино на улице, и любой желающий может сыграть на нем в любое время. О том, как зародилась идея реализации проекта, вы узнаете из следующего сюжета. У Валентины Евтуховой пианино появилось два года назад. Подарили его родители на ее день рождения. Но спустя немного времени девушка поняла, что музыка вовсе не ее. Узнав о проекте, девушка тут же решила, что лучше украсить свой инструмент и выставить на улице родного города. Немедля девушка связалась с представителями проекта «Поиграй на мне, я твое» и узнала условия, необходимые для участия. Главное – это установить по всему городу хотя бы 10 таких инструментов, украсить их и надеть специальный чехол, который будет спасать инструмент от капризов погоды. Да, нам помогают, вообще, соавтор этого проекта – это моя подруга Евгения Феропонтова. Сейчас, к сожалению, ее нет. Вчера у нас было четверо, кто помогает. То есть, занимаемся пианино я, и также вот она, и мой жених, и моя сестра, моя родная сестра. И вот мы расписываем это, потому что, конечно, один человек это делает очень долго. Сначала мы его шлифовали, сняли верхний лак, верхний слой, затем его загрунтовали, чтобы потом краска хорошо легла. И мы ведем свою страницу в Инстаграме, то есть у этого пианино есть своя страница. Это сейчас пианино как личность этого города. У него своя судьба, своя история. Сначала пианино покрыли слоем грунтовки, а затем решили украсить инструмент, изобразив на нем листья тропического растения монстеры. На сегодняшний день у пианино есть собственная страничка в Инстаграм. Ведет ее сама Валентина, но пишет посты от имени самого инструмента. Зовут пианино мистер монстерио. Хоть и страничка создана недавно, Валентина уже может похвастаться количеством подписчиков. Страничка в Инстаграме создали именно для популяризации, чтобы люди узнали, потому что сейчас большинство именно зарегистрированы и проводят время в такой социальной сети, как Инстаграм. И только поэтому хорошая платформа, мы считаем, для того, чтобы о нем узнали. Работают над дизайном уже на протяжении пяти дней. Прохожим интересно. Многие думают, что мы специалисты по ремонту и реставрации старых инструментов. Но многие уже с нетерпением ждут открытия. С улыбкой рассказывает Валентина. Я думаю, что данный пианино и вообще весь этот угол, который насыщен постоянно музыкой, я думаю, что это правильно, чтобы каждый здесь мог нести кусочек себя в плане музыки. Потому что каждый из нас творческая личность, особенно в Караганде очень много молодежи, которые умеют делать, но нет возможностей. И поэтому именно в этом уголке каждый сможет осуществить свое желание. Я считаю, что так. Ну, я думаю, что это очень хорошо для развития молодежи, для развития творчества. И в общем, это все хорошо. Валентине Евтухову не удалось запустить проект, но девушка не отчаивается и уверена, что в будущем все же получится реализовать новый тренд в шахтерской столице. А пока что мистер Монстерию будет радовать горожан еще долгое время. Асель Созамбаева, Исланбекоспан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сауболмстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова